Дискотека-дискотек с Антоном Юрьевым на РУ-ТВ Слово юморные друзья и высоко, так сказать, парящие не только в шоу-бизнесе, но и смотрящие на меня сверху вниз Можно сказать, что это радость? У меня в гостях сегодня Дмитрий Колдун, ваш аплодисменты! Привет всем зрителям, это не радость, это какое-то колдовство Ой, вот не надо, здравствуйте, Дмитрий Конечно Очень рад вас видеть, начнем как будто бы на вы, да? Ну нет, Антон, давай уже на ты Давай уже на ты сразу, скажи, пожалуйста, хороший тривиальный вопрос, что нового, да? Да все новое, все, смотри, какая погода хорошая, какая зелень за окном, растут, новые хиты подрастают, поэтому совсем скоро, я думаю, что я созрею до альбома. Хочу с тобой поговорить про веселые, бодрящие социальные сети, да, вот, о социальной сети, когда энное количество социальных сетей просто испарилось, легче стало как-то, дышится легко? Ты знаешь, я туда особо и так не заходил, вот, но теперь, чтобы туда зайти, там, какие-то кучу надо манипуляций сделать, и поэтому для меня это стало большим испытанием, я впал в депрессию, и мои сети иногда впадают в забвение, то есть я туда просто не захожу, хотя вот те сети, которые, так сказать, легальные, я туда захожу чаще и, может быть, даже слишком часто стал заходить. Ну, это очень хорошо, потому что люди, так сказать, сидят за твоим творчеством, ты же знаешь, и у тебя воспитанные поклонники, они привыкли видеть. Не только люди, но еще и зрители, слушатели. И зрители, а это разные, дай по статье, я так понимаю, очень хорошо. Выглядишь шикарно, ты спортзал не забросил, нет, нормально все ходит? Забросил. Забросил? Далеко? Да, я решил туда не ходить, чисто из экономических соображений, у меня около дома турник есть, брусья, вот, там, тем более, занимаются хорошие, знающие люди, как нужно правильно подтягиваться, ну, к чему мне этот зал? Там какие-то мышцы качают, знаешь, которые... Которые тебе не нужны. ...никогда не пригодятся, вот, например, вот эти там мышцы, вот эти вот, например. Почему? Ну, я не знаю, я вот... А если ты опять вернешься, вот, дай мне силу и танцы вот эти вот, почему не пригодятся? Ну, пока я не планирую, поэтому вот я больше как-то приседания, подтягивания, бег, велосипед. Велосипед? Да. То есть, смотри, вот, у меня буквально недавно был Александр Иванов, солист группы Ронда, да? Да. Ну, вот, и, соответственно, он в рамках своего юбилея с сыном выезжает и 40 километров в день на велике делает. Твой стаж на велосипеде? Слушай, я один раз в прошлом году проехал 40 километров на велике, но я выбрал просто неудачный маршрут. Я поехал к другу на дачу, вот, и велик пришлось оставить там, потому что я просто последние несколько километров просто шел пешком. Ну, просто неудачный маршрут, там все время просто вверх надо было ехать, и я не смог, просто не смог. Вот я слез и мелкими шажками дошел. Мы никому не скажем, просто ты хотел ощутить природу, поэтому след с велосипеда и пошел. То есть, понятно, значит, на абонементе на фитнес-то сэкономил зал, теперь, соответственно, надо сэкономить еще на поездке из, к примеру, Минска в Москву. Понимаешь, на велосипеде? Я думал об этом, но мне кажется, я не выдержу. Дискотека-дискотек с Антоном Юрьевым на РУ-ТВ. Вот, дорогие мои любимые, замечательные. Вот вам РУ-ТВ, вот вам Дискотека-дискотек, вот вам Дмитрий Колдун. Вот он я, вот он здесь. Да, да, браво, браво, браво. Дмитрий, дорогой ты мой человек, скажи, пожалуйста, почему ты ассоциируешься у всех с какими-то рыцарскими доспехами, значит? Почему у тебя какие-то глобальные там все клипы а-ля и венга? Скажи мне, почему? Но дело в том, что я очень много слушал в детстве рок-музыки, а рокеры, знаешь, они такие все воинственные, у них вот всегда они там на концертах всяких там, ну и слушатели все там, мечники какие-нибудь, алибордисты, лучники, арбалетчики, поэтому всегда вот поклонники Толкина там и прочих-прочих дел. Поэтому, наверное, как-то отложилось у меня это в почках. Это после рокерской истории в почках отложилось, да? А тебе самому не хотелось как-то взять и кардинально сменить имидж? Ну, честное слово. Ну, посмотри на меня, ну какой вот я могу сменить. Ну, вот как вот что? Изрядно похудевший Денис Мацуев, к примеру. Ты хочешь, чтобы я еще похудел? А что? Я и так, в принципе, как бы не особо-то мясной. Только себе сказал, что я от спортзала отказался и сэкономил на абонементе, конечно, я хочу. Ну, а спортзал разве помогает худеть? Я хочу просто предостеречь тебя, посмотри на меня. Ты хочешь в спортзал, я вижу. Купи абонемент в спортзал, посмотри на меня, если тебя это ждет, это ужасно. Еще велотренажер обязательно. Да, конечно, конечно, на нем удобно хранить твою рокерскую куртку, которую ты повечешь. Мужики из шоу-бизнеса, которые селебрити, ну, мега-звезды, вот так как ты, да, они следят за собой, да? Ну, то есть ты посещаешь какие-то спа-процедуры, там, намазываешь какие-то крема, там, два огурца кладешь себе на лицо. Слушай, кладу иногда на лицо себе, но не часто. Не часто. В основном я умываюсь мылом, этого мне хватает. Хозяйственным. Хозяйственным я моюсь. Это вот этот белорус очка. Конечно. И я вообще до недавнего времени косметикой вообще не пользовался никакой. Ну, так сейчас вот иногда замазываюсь. Ну, ты, конечно, был молодой, не страшненький, а сейчас, как бы, я вот смотрю. А сейчас уже как ты. Ну, пора уже. Нет, до меня тебе еще далеко. Еще далеко. Вот ты смотри, а Ванимент спортзал ты сэкономил, да? Пару раз турник пропустишь, да? Еще. Ну, я не пропущу. Будешь в своем клипе старый рыцарь уже, понимаешь? Старый рыцарь, кстати, коня не портит. Старый рыцарь коня не портит. Не дай бог. Главное, чтобы старый рыцарь герцогини не испортил, понимаешь? С конем вообще не нужно ничего делать. По поводу спорта, давай просто возьмем и подытожим. Давай, что? Потому что девчонки... В смысле, подытожим прямо здесь? Нет, здесь мы не будем отжиматься на скорость. Просто девчонки все равно тебя будут любить, если даже тебя разбарабанят так, как и меня. Вот, скажи, пожалуйста, есть же какая-то зарядка, да? Просто давай наврем сейчас, что ты каждое утро начинаешь с зарядки, да? И буквально вот пару упражнений просто произнеси, чтобы все мужчины стали такими же красивыми, как ты, и девчонки в них влюбились. Давай. Ну, я первым делом с утра, после того, как умоюсь, конечно, я начинаю нагибаться. Я гнусь просто, вот. Гнусь и пытаюсь как бы достать до пола. И обязательно достаю. А пока не достану, вот гнусь. Бывает, что даже не иду никуда. До вечера буквально. Не могу достать до пола, тогда из дома не выхожу и ложусь спать. А когда разгибаешься, уже умыться, опять не спать. Уже вечером проспать. Хорошо. Это первое упражнение. Второе упражнение – зарядка колдуна. Колдовская зарядка. Ну, я еще кручусь немножко вот так и делаю наклоны вправо-влево. Вот говорят, вот люди не наклоняются вправо-влево, поэтому у них потом в старости все плохо. У нас в шоу бизнесе так. Кто не наклоняется, тот не продвигается. Это нормальная ситуация, да. Ну, поэтому вперед, вправо-влево и немножко вот как бы в стороны. Я думаю, ты знаешь, будет тяжело. Этого достаточно. Что? Вперед, вправо-влево, еще назад немножко. Нет, ну, назад. Просто это наклон удивления, как бы, понимаешь? Нет? Нет. Хорошо. Скажи мне, ты так же и мотаешься, да? Минск, Москва, Москва, Минск. Конечно, мотаюсь, да. Очень мне нравится. Потому что, ну, это как-то меняет картинку. Вот на самом деле мы уже с женой сколько? Прям меняют? С женой. Мы знакомы со школы, 20 лет вот в этом году отметили. Точнее, в прошлом. Подожди, я на уже аплодисменты. Да, аплодисменты подкладываем, пожалуйста. Браво, браво, браво. Да, в этом году было 10 лет нашей совместной семейной жизни. И это все благодаря тому, что я вот постоянно туда-сюда, сюда-туда. Поэтому вот 2020 год, он был очень тяжелый в этом плане. Мне пришлось только сюда. Да. И ни разу туда. Поэтому очень много мы там как бы ссорились. Но сейчас уже все нормально, пережили это. Дискотека-дискотек с Антоном Юрьевым на РУ-ТВ. Это Дискотека-дискотека, это РУ-ТВ. Меня Антон Юрьев зовут. Рядом со мной танцующий, уже классический исполнитель, дорогие друзья, Дмитрий Колдун. Всем привет. Привет, привет. Браво. Дмитрий, допускаем такую возможность, допустим просто. Что? Вот прям миллиметровая возможность, что кто-то из многомиллионной армии, да, твоих поклонников, да, они сейчас около телевизора, около планшета смотрят на тебя. Но кто-то, проходя мимо, скажет, господи, какой красивый импозантный молодой человек, как поет хорошо, какие клипы, вот. А как он стал популярным, как он добился того, что его все любят? А я ведь не только импозантный, я ведь еще и умный, потому что у меня есть химическое образование именно там, вот в университете я начал участвовать в самодеятельности. А не надо угрожать, что у вас химическое образование, не надо. А это не страшно. А это не страшно, это быстро. Да, поэтому музыка для меня всегда была хобби, я выступал на разных фестивалях, в школе еще выступал, у нас была группа «Тяжелый колесный плуг», мы пели песни на белорусской мове. Простите, пожалуйста, «Тяжелый колесный плуг». На белорусской мове это «Тяжкий коловый плуг». И мы пели песни, мы договорились с парнями, у нас в классе были еще два гитариста, кроме меня. Составить конкуренцию «Королю Ушитую» и «Коррозия металла». Ну да, но мы пели песни на аграрные темы. Будьте добры, не откажите в любезности, Дмитрий, если что-то вспоминается, хотя бы одна строчка, потому что «Грайнеде солнца, выше неглыбоко, кустики агресту разрослися широко». Спасибо, Дмитрий. Я теперь не засну, потому что я раньше думал, что воспевать вот все, что нас окружает. А припев, какой припев? «Ой, матуля, откульяны помидорчики под кустиками». Что с помидорчиками случилось? Ну, они выросли под кустом крыжовника. И вот все удивились. Ничего себе. То есть, дорогие друзья, покупайте новый альбом «Колдуна» на белорусской мове, который будет называться «Как поднималась целина». Понимаете? Немного про… А про комбайнеров было что-то? Нет, был про поливочный шланг, который украли, и про соковик. То есть, я так понимаю, ты, значит, открывал «Любимая Белоруссия сегодня» газеты? Нет, у нас были хорошие сюжеты, например, про шланг, что человек отдыхал, у него украли шланг. Он пошел искать, нашел вроде вора, а у него тоже сперли, понимаешь? Вот такая вот история. Вот так вот, понимаешь? Эту песню писала вам Донцова, я так понимаю, потому что там вот такие перипетии и все дела. И когда закончилось это, ты получил, это самое, «Мистер Беларусь», я так понимаю, первую премию? «Мистер Химический факультет» я получил и поехал с этим званием уже в Москву на кастинге различных телепроектов. И что выстрелило первое? Первым был народный артист, меня оттуда поперли хорошенько, перекрасили в белый цвет. И потом краска сошла, как бы, ну смылась, в общем-то. Как можно смыть перекись? Смылась краской и зверь? В смысле, мне мою краску смыли, меня покрасил, он просто в бледно-соломенный свет. На конкурсе жюри меня просто не узнало, сказали, а что это ты такое здесь с собой сделал? Езжай-ка ты домой. Езжай-ка ты домой. И я поехал домой, значит, отросли мои волосы назад. И потом я уже поехал на фабрику «Звезды», там меня уже перекрасили в черный цвет. Дискотека-дискотек с Антоном Юрьевым, Нару-ТВ. Так и хочется сказать вам, дорогие друзья, чтобы вы позавидовали. А я, колдуна, в акустике неоднократно слышал. Вот так вот. Дмитрий Колдун прямо сейчас здесь. Привет. Мы продолжаем говорить, дорогие друзья, из серии «Пахтитуха не кахет» о становлении, становлении нашего замечательного артиста. Дмитрий, скажите, пожалуйста, мы уже закончили на предмет того, что вас перекрасил господин Зверев, да? Но вот становление дальше, общение с Филиппом Бедросычем, Евровидении, там, не знаю, гастрольный тур первый. Как вот эта популярность, вы ее прямо ощущали, как она впитывалась в вас? Это вообще проходило просто потрясающе. Я уже могу сейчас открыть какие-то секреты. И карты. Вот, у нас было порядка 100 концертов. 100. Да, за каждый концерт мы получали по 100 долларов. 100 долларов за концерт? За 100 концертов, представляешь? 100 концертов по 100 долларов. Мечта любого. Это же... Это были вообще колоссальные баки. Это же ВАЗ-2110 новый. Да. Да. Вот. И, значит, мы выступали по дельфинариям. Да. По циркам. Да. В слоновниках переодевались. То есть, помимо «Дмитрий, я люблю тебя», ты еще слышал «Кок-кок». Да? Вот это. Нет, ну, одежду приходилось стирать очень часто. Не естественно. В гастрольном автобусе невозможно это сделать, потому что однажды вот вышел, например, тюлень. Закрыли клетку плохо. Когда мы в джубке выступали в дельфинарии, вот он вышел. Я подумал, что это мне аплодисменты такие, а оказалось, что тюлень вот вышел. Да. Ну, ему хлопали, там все своими Нокиями снимали. Вот. А потом все стало намного лучше. Я поехал на Евровидение. И, собственно говоря, ну уже сейчас уже что-то как бы греха таить. Вот запечатался результат, понимаешь? Да. Вот самый хороший, вот он как бы запечатался. Я просто жду. Я болел за вас, Дмитрий. И я болел. На Евровидении. И я болел. Да. Но вы-то болели как бы от нервов, а я болел за вас, Дмитрий. Как вы споете? Спасибо большое, Антон. Потому что мне вот нравились вот эти ваши вот да, и мне вот это вот, знаете, красивое болею. Это было так здорово. Я вот единственное, что жалею, что вот не взял последнюю ноту в конце, не взял вот в полуфинале, из-за этого ну дал петуха. Я хотел у тебя уточнить, когда ты почувствовал, что ну, крышу же сносило же иногда, что типа я завезу да. Нет, крышу мне сносило, когда я с белой головой стоял на остановке общественного транспорта, и девочки поворачивались и показывали на меня пальцем. Вот тогда мне сносило кружево, что я классный вообще чувак, вообще-то так был в себе уверен. Потом, конечно, все это немножко пошло на спад, вот. Но звездной болезни у меня как таковой не было после этого. Почему? Ну ведь все же атрибуты были, ну понимаешь, Евровидение, очень знаково. Ну, кстати, многие считали, что у меня есть звездная болезнь, многие даже сетовали, что я ни с кем-то не здороваюсь где-то на тусовке, да. А на самом деле секрет простой. Я просто не всегда надевал линзу, у меня жутко плохое зрение с детства. И я просто не видел людей. Ну, чтобы ты знал, мы втроем тебя рады видеть сейчас. Вот. И я просто, я знаю точно, что люди обижались, думали, он какой-то зазнавшийся. И потом сами перестали здороваться уже, ну, думают, а нет, мы с ним не будем. А я их просто не видел. Слушай, ну, вот это, давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Поэтому как-то так все пошло. Ладно, ладно. Дмитрий, вы знаете, мне нравится ваше откровение, мне нравится ваша манера разговаривать. Знаете, то, что я вы, подчеркнуто с вами разговариваю на вы, да, ни для кого не секрет для большинства российских, так сказать, радио, телеслушателей и зрителей, да, что я отношусь к вам с искренней симпатией и являюсь одним из самых основных фанатов вашего творчества. Это взаимно. Да, да, да. Поэтому вот, как говорится, отработанные деньги сделали, все хорошо. Хорошо. Есть какое-то, знаешь, ощущение, да, которое посещает каждого артиста, когда вот какой-то спад, какая-то легкая депрессия, и вот как-то взять и все бросить. Может, я не тем занимаюсь, я сейчас не про тебя, а про тебя, да? А посещала ли тебя такая мысль, когда, блин, ну вот не идет, господи, может, надо было быть химиком, получить Нобелевскую премию, и ну его нафиг? Ну, я думаю, это дело не только в артистах, там, это много же творческих профессий, которые, ну, может, что-то не получаться, не всегда же может переть. Если бы у всех все перло, ну, как бы это было? То есть это было бы плохо. Ну, это не было, нет, это было бы плохо. Ну, как вот, если бы у всех поперло, у тех, кого сейчас не прет, вот что мне тогда делать? Да. Или если бы у меня поперло так, как прет у тех, у кого лучше? Ага. Они бы тогда такие, что такое? Ага. Поэтому все очень честно. Мы продолжаем потихонечку раздавать комплименты замечательному, потрясающему, восхитительному, высокому, прямому, худому, молодому. Дмитрий Колдун. Прямо здесь, дискотека и дискотек. Посмотрите на эти танцы. Растанцевал меня, растанцевал своей дискотекой. Растанцевал, конечно. Это не я, это Пачепа тебя растанцевала дискотекой. Вот, я-то ладно, чего уж там. Ты знаешь, во-первых, вне эфира ты поднял одну очень интересную тему и открыл мне глаза. Потому что раньше я думал, что бальзам есть рижский, а есть еще и белорусский бальзам. Это приятно. Это приятно, ты знаешь, что экономика как-то растет. Ну, в этих делах всегда она была вот так. Ну, вот ты знаешь, в шоу-бизнесе принято, так сказать, все радостные события слегка возлияниями заниматься. Как обстоят дела у звезды Дмитрия Колдуна? Злоупотреблял, не злоупотреблял? Опять же, уходил ли в депрессию? Ставил два огурца и бутылку? Слушай, ну, всякое бывало. Но в запое никогда не был. То есть, как бы, ну, праздники праздниками, но так, чтобы вот я вот все, отключка, связь, выключить, куда-то не пошел. Нет, ну, такого не было. Ну, всякое бывало. То есть, гастроли никогда, в общем, ты приезжал всегда вовремя, да? И даже уезжал вовремя. Уезжал вовремя. Всегда ни разу не опаздывал ни на какие самолеты, ни разу не опаздывал ни на какие такси, ни разу не опаздывал ни на какие трансферы, понимаешь? Вот на сцену выходил всегда ровно. Да. Ровно. И уходил, опять же, ровно, что радует у других артистов, да? Вот тебя вот самого не бесит, что ты какой-то весь идеальный. То есть, надо начинать уже, да? Падать со сцены. Ну, ты реально идеальный. Нести какую-то ахинею, да? Ну, я, как бы, я думаю, что я к этому рано или поздно приду, потому что я, ну, как бы, многие приходят. Всегда вот смотришь, думаешь, ну, неужели... Что-то в нем, вот, что-то в нем, прямо, вот, знаешь, идеальный, значит, примерный семьянин, идеальный артист, всегда чистенький, никогда не матерится, не хамит, никогда не скандалит, на концерты не опаздывает, везде всегда вовремя, вот такой прямо это... Ну, я это приберегаю просто для особых дел. А, то есть, ты как бы накапливаешь? Ну, я, бывает, конечно, собирается это все, и тогда вот оно бывает даже все вместе. А кто вот эти вот выплески энергетики видит? Группа? Слушай, в основном, к несчастью, это мы сейчас обратимся ко всем психологам, к несчастью, вот, есть вот такая беда, что чаще всего достается самым близким, самым родным людям, которые вот в тебе души не чают, и ты на них вот так срываешься, и вот дети там, вот, друзья, жена, мама, вот все они вот становятся жертвами этого психологического давления, которое скапливается у меня. Вот такие особенности. Так что не надо нашу профессию считать очень легкой. Знаете, Дмитрий, во-первых, полное ощущение после вашего концерта, а я неоднократно бывал на ваших концертах, как, в общем-то, на эксклюзивных, так и на глобальных. Профессия у вас действительно тяжелая, Дмитрий. Вы выкладываетесь на все сто. Вот. Некоторые люди спрашивают, а тренируетесь... Да кто у тебя там спрашивает? Спрашивают? Это значит, вы меня все спрашиваете? Да никто тебя не спрашивает, кому ты нужен. Вот. Меня спросила пара человек, я тебе не скажу, кто это, да? А вот эти вот высокие ноты, которые он на некоторых песнях берет прямо в финале, да? И они остаются уже, когда фонограмма закончилась, да? Скажите, пожалуйста, это вот именно он? Конечно. Я вам на самом деле вот многие там спрашивают, да? Да, вот эти многие. Я покажу мою любимую распевку. Ну, у нас же зрители, у нас же музыкальный канал, поэтому я имею право. Конечно, конечно. Я беру самую низкую ноту, какую могу взять. Давайте. У меня такой рингтон на смартфоне. Вот я не знаю, какая нота. Ну, где-то, наверное, ми там. Ну, самую низкую, самую низкую. И потом через октаву начинаешь. И до самой высокой ноты. Ну, там три октавы, получается, с небольшим. И вот так вот обратно, обратно, обратно делаешь так. Поэтому. Самые легкие ноты. Для тебя! Повещим на Ру-ТВ. Дискотека-дискотек с Антоном Юрьевым на Ру-ТВ. Дорогие друзья, это Дискотека-дискотека, это телеканал Ру-ТВ. Антон Юрьев тут и, самое главное, Дмитрий Колдун тоже здесь. Вот, Дим, тут. Дмитрий, Дмитрий, если бы пришлось сменить стиль музыки, не плачьте, подождите. Я просто, мне эта песня так нравилась. Нравится Димкина песня на берегу неба? Да, нравится. Вот эта песня еще мне была любимая. Какая? Вот это была любовь, я помню. Вот это была любовь. Да, я всегда так выхожу. Это была любовь. Да, я всегда выхожу. Вот это была любовь. Прямо так вот. Вот это, да, вот это я дал, конечно. Вот, а надо было брать. Вот, а, дорогой мой, если бы случилось так, что вот ни с того, ни с сего просто, колдун решил сменить стайл музыки, да? Вот. А что бы это было? А чего это мне менять? Нет, я просто, ну, как бы, не могу себе, ну, это, типа, какие-то, может, какие-то препараты мне, если бы выписали там. Нет, а как ты хочешь, чтобы я ответил тебе на вопрос, а с чего это мне менять? Ну, не катит больше, что больше. Да, вот так вот мне сказать. Ну, тогда я бы, наверное, что-то пошел бы, наверное, к психологу обратился за советом. Ну, я потому что не знаю, если уже эта прекрасная музыка не катит, то, ну, такая добрая, такая искренняя. Ведь все мои песни, они исключительно о том, что я пережил сам. И поэтому мне очень сложно представить, что такое искреннее, настоящее творчество может кому-то не понравиться. Дмитрий, тогда после вот вашего вот такого ответа я должен задать самый главный журналистский вопрос, который не задают никогда. Дмитрий, ваши планы на будущее? Спасибо, Дмитрий. А вот это прямо, знаете, это олицетворило всю ситуацию, все происходящее сейчас. Но надеюсь, надеюсь, буквально в будущем все рекорд-лейблы мира сделают вам мультиплатиновый диск. Честное слово, правда. Надеюсь, хотя бы диплом этого диска. Хотя бы диплом этого диска. Дело в том, что мои планы ближайшие, это, конечно же, радовать зрителей РУ-ТВ своими прекрасными песнями. Вот одну из них я сейчас прямо исполню. Подожди, не исполняй, подожди. Как это так? Как ты должен исполнить песню, если я не задал тебе самый главный вопрос? Не в смысле, что мы 8 марта выходим и нужно обратиться к женщинам. Но мне же девчонки прислали 3 вопроса из анкеты. Раньше я стоял здесь с планшетом, но сейчас это дорого. Потом я стоял с бумагой. Бумага еще дороже, чем планшет. Теперь мне кричат в ухо. Антон, если ты не задашь вопросы девчонок, поклонец Дмитрия, то тебе кранты. А я не хочу кранты. Ты их теперь по памяти задавать. Я по памяти, да. По волнам моей памяти называется эта рубрика. Дмитрий, они очень сильно хотят узнать, каким образом ты отдыхаешь. Что является сателлитами отдыха? Сериалы, кино, музыка, спа. Или принесите мне вискарь. Ты знаешь, я очень люблю проводить время на свежем воздухе. Я люблю жарить шашлыки. Люблю, когда мои дети рядом жарят шашлыки мне. И когда приносят мне то, что я попрошу, очень мне нравится. Это мой отдых. Дмитрий, я бы вам сказал, что сегодняшний эфир прошел под знаком сопли с сахаром, потому что это уж очень нежно и интеллигентно. Но только я, поскольку я сейчас вижу ваши глаза, в особенности правой, в правом легкий сарказм. Знаете, как в моем любимом сериале «Доктор Хаос» от Хиллори. А вот в левом глазу искренность, правда, честность. Как и в моих песнях. Действительно, да. И я уверен, Дмитрий, скажите честно, вот если бы вам сказали, Дмитрий, все, не работают ни поездания самолеты, а у вас эфир на телеканале РУ-ТВ, на лучшем телеканале планеты, вы же согласны со мной. Конечно. Вы бы дошли пешком из Минска. Я бы дошел бы пешком из Минска до вокзала и стал бы ждать первый поезд, который отправится в сторону РУ-ТВ. И только мои слезы напомнят вам, дорогие телезрители, что вам необходимо смотреть программу «Дискотека. Дискотек», как этот замечательный, хороший человек. Ты сказал, у тебя три вопроса. Нет, я задал один, больше я плакать не могу. Я и так проплакал все на твоих песнях. Как и на все вопросы ваши, отвечаю в моих песнях сразу на все. Перед тем, как я подарю вам потрясающую композицию Дмитрия, который он исполнит ее прямо здесь, а он плакт, прям вживую, прям для вас, я хочу пожелать вам просыпаться каждое утро с улыбкой, день в отличном настроении, любви, бабла, приключений. Я Антон Юрьев, сейчас Дмитрий Колдун, это «Дискотека. Дискотек». Дай обнимусь. Дик! «Дискотека. Дискотек» с Антоном Юрьевым на РУ-ТВ. Подойди ко мне поближе, чтоб в глазах моих увидеть, что хочу от тебя сейчас. Боже мой, как ты красива, Боже мой, неисправимая ты моя. Без тебя нет меня. Боже мой, ты идеально, что творишь, Всегда за гранью ты моя, нереальная. Боже мой, как ты красиво, Боже мой, неисправимая ты моя. Не скрываю я Ты одна Во мне танцуешь и меня Так сильно кружишь, я хочу Твоего огня Боже мой, как ты красива Боже мой, неисправимая Ты моя, без тебя нет меня Боже мой, ты идеальна Что творишь, всегда за гранью Ты моя, нереальная Боже мой, ты идеальна Что творишь, всегда за гранью Ты моя, нереальная Дискотека-дискотек с Антоном Юрьевым, Нару-ТВ Дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-дискотека-д